Чем обедают наши школьники, воспитанники детских садов и пациенты больниц? Проблемы организации социального питания обсудили в Комитете по социальной политике и национальным вопросам Государственного Совета Чувашии. Что такое лечебное голодание? Питание в больницах. Это, конечно, шутка из интернета, однако в каждой шутке есть доля шутки. Россияне привыкли, что в лечебных учреждениях лучше есть то, что родные принесли из дома. Ситуация несколько улучшилась, когда лечебные учреждения отдали сферу питания на аутсорсинг. Однако предприятия, которые взяли эту функцию на себя, жалуются. Согласно условиям аукциона, организовать завтрак, обед и ужин нужно по минимальной цене – около 117 рублей в день на человека. При этом с них требуется заплатить арендную плату за помещение больницы, там же оплатить коммунальные услуги, плюс затрата повара, перевозка, налоги. Из 117 рублей остается 65 рублей. Вот, например, меню. Каша рисовая молочная вязкая с маслом, кофе с молоком, масло сливочное крестьянское идет в день. Это завтрак. Плюс хлеб ржаной и хлеб пшеничный. Обед за те же 60 рублей дальше пошло. Борж со сметаной, гуляш из отварного мяса, картофельный пюре с растительным маслом, компот и сухофруктов. Ужин – капуста тушеная, сосиски отварные, плюшка, чай с сахаром, кефир. Это на один день я меню зачитал. Кто-нибудь из вас может за эти деньги все это приготовить и дать людям? Никто. В школах ситуация проще. Там арендную плату платить не требуется. Но проблемы тоже есть. Местные производители, у которых комбинатом питания рекомендовано закупать продукты, не всегда могут покрыть потребность. Не всегда есть возможность закупить тот или другой объем. Это в основном мясопродукты, это в основном овощи или, допустим, в основном это курица и яйцо. Хорошим подспорьем для школ является выращивание овощей в своих теплицах и на пришкольных участках. Однако для городских учебных заведений это не вариант, отметила заместитель министра образования Чуваши Алифтина Федорова. Практика была, что выращивали сельхозпродукцию, но, увы, местные жители почему-то считают, что можно пользоваться и не всегда это возможно сохранить. Что касается качества, за 2018-2019 годы Роспотребнадзор провел 120 проверок из нарушений, несоответствия рациона, изначально разработанному меню и несоблюдения калорийности блюд. Вынесены 14 постановлений о назначении штрафов. Помимо Роспотребнадзора, качество питания контролирует Ростельхознадзор, родительская общественность. Это позволяет предотвращать серьезные нарушения. В целом, по республике горячее питание в школах получают более 97% учеников. Согласно опросу, который провел Общероссийский народный фронт, в нашей республике недовольны качеством школьных обедов только 9% респондентов. Председатель комитета Вячеслав Рафинов отметил, озвученные проблемы депутаты обсудят совместно с другими комитетами, в частности, с комитетом по бюджету, после чего, возможно, вопросы вынесут на сессию парламента. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова